Всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео хочу вам показать ароматы, которые я приобрела в последнее время. Их всего будет три. Здесь два нишевых аромата и один люксовый аромат. Давайте не будем терять время зря и поговорим об этих ароматах. Первый аромат у меня в хотелках был уже достаточно давно. Это Anique Goutal Songe и это концентрация Eau de Parfum, парфюмированная вода. Этот аромат настоящий рай для любителей цветочных парфюмов. Аромат начинается экзотическими нотами, франжепани, тиары. Они очень густые, они очень сочные, они даже, можно сказать, жирные. Впоследствии заступает не менее сочный жасмин, который очень красиво переплетается с экзотическими цветами. И впоследствии аромат теплеет и становится глубже на вашей коже, потому что заступают ванильные ноты. Этот аромат звучит очень сладко, очень экзотично, очень нарядно и очень торжественно. Общее ощущение от этого аромата это что-то лучистое, что-то очень солнечное, что-то очень женское и очень-очень приятное. Аромат на коже держится удивительно долго. Имейте в виду, что если вам не очень нравятся белые цветы, запах белых цветов, если вы недолюбливаете активные цветочные ароматы, то этот парфюм совершенно точно не для вас. Но если вы обожаете жасмин, этот аромат обязательно стоит попробовать на коже, на себе. Уверена, что многие любители цветочных ароматов обязательно заценят этот парфюм. К слову скажу, что я не являюсь большим любителем цветочных парфюмерных изделий. Это не мой первый выбор, скажем так, но я могу оценить красивую цветочную композицию. И вот это шедеврально. Рекомендую обратить на неё внимание. Очень приятно пахнет. Второй аромат тоже нишевой. Он был создан в этом году. Это марка Juliet has a gun. И аромат называется... И у меня он в таком вот небольшом флаконе спреи. Здесь где-то может быть семь с половиной миллилитров. Здесь вот такой вот он спрей. Такие продаются в Sephora. Можно приобрести, попробовать, вместо того, чтобы инвестировать в полноразмерный флакон. Но что могу сказать? Этот аромат меня очень сильно удивил тем, что он пахнет идентично Тьерри Мюглеровскому Альян. И прям просто один в один. Я достаточно долго задумывалась о приобретении Альяна. У меня с ним сложные отношения. То он мне нравится, то он мне не нравится, то он мне кажется очень синтетическим, то наоборот он мне кажется очень таким изысканным и достаточно правдоподобным в своем звучании. Но тем не менее, думаю, что сейчас не буду приобретать Альян, потому что это стопроцентная замена. Я даже не поленилась и проверила ноты составляющие тот и другой аромат. Скажу только, что общего у них это жасмин. И даже с трудом себе представляю, чтобы именно жасмин так делал их звучание похожим. Значит, в этом аромате написано, что солирующие ноты помимо жасмина играют еще малина, нироли. Нироли, соглашусь, добавляет определенную такую горьковатость. Малины я здесь вообще никакой не чувствую. Это сплошь и рядом белые цветы. Жасмин, в конечном счете. Я думаю так, что если вам нравится Альян, и вы когда-то хотели его приобрести, но еще по какой-то причине не приобрели, можно вполне заменить его вот этим Jullier Has a Gun. А, допустим, если у вас уже есть Альян, то, мне кажется, даже тратиться на этот парфюм не стоит. Но он достаточно интересный парфюм, совершенно такой, знаете, узнаваемый. В море вообще в таком количестве цветочных, сладких, сахарных ароматов, которые сейчас выступают, это совершенно точно выделяется положительно, на мой взгляд. И последний аромат, который тоже я достаточно долго о нем думала, это Lolita C. Очень интересный аромат. Мне достаточно трудно было его разобрать на составляющей. Когда я его ощущаю, этот аромат, у меня создается такое ощущение, что за базу взяли какой-то мужской одеколон и уже начали с ним работать, нанизывать, добавлять какие-то ноты. Совершенно точно открывается нотами специй. Я ощущаю то, что сейчас принято называть розовый перец. В общем-то, такая перечная нота, она здесь очень хорошо очищается. Слышны специи, с которыми обычно готовят не какую-то кондитерскую продукцию, не выпечку, а вот именно гастрономию. Там, может быть, какие-то специи для мяса или что-то такое. Вот она переплетается с перцем. Здесь присутствует нота такая сладковатая, душистого горошка, если вы когда-либо слушали этот запах. По мере жизни этого аромата он углубляется и выходят уже другие более интересные ноты. Бобы тонко, пачули, вот что-то такое ветиверистое. Вот он становится таким немножечко мужским. Очень интересный аромат. И вообще ароматы дома Лолит Олимпика у меня вызывают сплошь и рядом только положительные эмоции. Очень интересные, неординарные, очень узнаваемые ароматы. Должна сказать, что вот этот я буду им с удовольствием пользоваться осенью, потому что вот он такой очень многогранный. И если вы любите ароматы, которые радикально меняются с течением времени на вашей коже, я думаю, вот этот аромат вас действительно порадует и позабавит. Потому что то, как он меняется, как он переливается, как открываются новые грани, действительно достаточно интересно за этим наблюдать. И я знаю, что, наверное, этот аромат достаточно трудно сейчас найти в магазинах. Поэтому я думаю, что можно заказать в интернете совершенно спокойно. Они сейчас не очень дорого стоят. Но, на мой взгляд, вот это вот незаслуженно забытый шедевр. Вот настолько он интересный. К слову говоря, думаю, что на мужчине этот аромат тоже будет очень хорошо звучать. Потому что вот эти вот такие специевые ветиверно-перечные ноты, а мужская кожа их очень хорошо вытягивает. Да, безусловно, упаковка такая очень девчачья. Мне не очень нравится упаковка этого аромата. Но сам аромат, то, что внутри, просто великолепно. Пользуюсь с огромным удовольствием. Ну что ж, это были все мои последние парфюмерные покупки. Если вы пробовали эти ароматы, напишите внизу, что вы про них думаете. А также напишите, что вы приобретали в последнее время. Вообще, что вам нравится из новинок, которые сейчас представлены в парфюмерных магазинах. Или, быть может, вы новое не покупаете, предпочитаете старую классику. Всем спасибо за внимание и до встречи на моем канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok